Здорово, YouTube, меня зовут Максим Густарёв, и сегодня мы распакуем с вами новенький мониторчик от Benki, 27-дюймовый, с IPS-матрицей, 2К-разрешением, в общем, всё по красоте. Я надеюсь, скоро у меня появится нормальный нож для анпекингов, а пока распаковываю кухонным. В комплекте всё по классике, разные провода и инструкции. Чёрная площадка, такая же, как в серии SV, чёрная стойка, с дыркой под провода и быстросъёмной клипсой. Опа! По дизайну монитор практически не отличается от своих старших собратьев, также тонкие рамки, чёрный корпус, всё строго и минималистично. Кратко расскажу, что умеет этот монитор. Матрица IPS калиброванная на заводе, под среднестатистическое цветовоспроизведение. 27 дюймов, разрешение 2560 на 1400 точек, с плотностью пикселей, как на 2К iMac'ах, в 108 точек на квадратный дюйм. Конечно, пиксели жирноватенькие для 2020 года, но если рассматривать монитор как рабочую машину для ретуши фото, самое то. Хотя бы сможете различать резкость подготавливаемых для веб-фотографий. Монитор обладает необходимым для фотографа цветовым охватом в 100% sRGB и минимальным отклонением цвета Delta E меньше 3 единиц. Сертификат соответствия, подтвержденный такими цветовыми гигантами, как Pantone и Kalman, будет идти в приложении к монитору. Но я уверен, всё равно найдутся такие индивиды, которые захотят откалибровать эту матрицу с помощью спектрофотометров и калориметров. А потом сидеть и играть в танки. Не нужно так. Он уже норм. Или не норм? Давайте проверим. Проверять монитор я стал со стандартными настройками прямиком из коробки. Единственное, что сделал, это выключил автояркость. Все тесты на константность цветовоспроизведения этот монитор проходит, но это всё же нюансы. Мне, как коммерческому фотографу, важно знать, что будет видеть мой потенциальный клиент при просмотре моих фотографий, моего портфолио в сети Instagram, либо ВКонтакте, где угодно, в интернете. На фотографии я зарабатываю деньги. Я не снимаю свадьбы, не снимаю лавстори, не снимаю репортаж. Я снимаю красивых девушек. Мне очень важно, чтобы они видели, опять же, на своём телефоне хорошие цвета. Поэтому я беру три устройства, на которых, скорее всего, будут смотреть контент мои клиенты. iPhone 10, 11 и 12. Выкручиваю яркость экрана приблизительно на средние значения. На максимум не ставлю, так как в пике iPhone может выдать в разы больше света, нежели монитор. Делаю всё приблизительно на глаз. Выключаю Night Shift и True Tone и сравниваю картинки с монитором, который, в свою очередь, тоже настроен по яркости, процентов на 50-60. Немного потыков в настройки, я останавливаюсь на цветовом профиле M-Book, который, кстати, копирует цветовоспроизведение с MacBook'а. Но всё равно выбор там достаточно большой. И в результате я получаю среднее значение цвета между всеми цветами на всех мобильных устройствах. Теперь я могу спокойно ретачить фоточки и быть уверенным в том, что все клиенты увидят ровно тот цвет, который я задумал. Монитор хороший за свои деньги, с учётом того, что вы его покупаете, распаковываете, устанавливаете, делаете пару тыков в настройках и забываете про плохой цвет. На этом, конечно, плюшки не заканчиваются. Как все современные мониторы, он обладает режимом HDR10 для воспроизведения контента с широким динамическим диапазоном. Подключение этого монитора происходит через кабель USB Type-C, который обеспечивает ещё и 65 Вт зарядки вашего ноутбука. А также позволяет использовать Monik как USB-хаб. Можно также подключить два монитора в ряд. Но моё мнение, всё-таки вместо двух таких мониторов 2К лучше взять один 4К. Всё-таки прогресс не стоит на месте. Дисплей также можно поделить на две части с разными цветовыми профилями. Такая штука зайдёт дизайнерам. Также с помощью режима KVM можно использовать клавиатуру и мышь на двух входящих компьютерах поочерёдно. Не удивляйтесь странной выпирающей штуки под корпусом монитора. Это датчик освещенности. Настоятельно рекомендую выключить его через меню. По классике монитор весьма манёвренный. Поднимается, опускается, вращается в вертикальную ориентацию, поворачивается влево-вправо и наклоняется как надо. Опять же повторюсь, монитор хороший за свои деньги. Если вы начинающий фотограф, либо только начинаете постигать азы ретуши, и вы не разбираетесь в различных ICC-профилях, видеокартах, их настройках, калибраторах, калориметрах и всём остальном, лезть туда не стоит. Не стоит также заморачиваться с различными мастерами с Avid, которые пообещают вам откалибровать вашу матрицу до идеала. Сейчас это не актуально. Это было актуально раньше, когда использовали TN плюс фильм матрицы, на которых было просто нереально ретушировать. Их даже пытались откалибровать, но это то ещё одно. Нужно сидеть как робот в одной точке, ни в коем случае не смещать голову. В общем, это была просто жесть. Сейчас матрицы IPS, нормальные IPS-матрицы, они не требуют калибровки, потому что настроены уже на заводе под среднестатистическое, достаточно свободное цветовое воспроизведение. И хорошо, если ваш монитор будет обладать встроенными различными профилями, с помощью которых вы сможете приблизительно довести цвет до какой-то цветопробы. В моём случае, как коммерческого фотографа, цветопроба берётся с сотового телефона. И на мой взгляд, это вполне адекватно и продуктивно. Если бы я работал в типографии, я бы брал цветопробу с принтера и сравнивал её с картинкой на экране. Если бы я занимался видео на профессиональном уровне, то я тоже бы смотрел на цветопробу, либо взятую с интернет-устройств, на которых эти видеоролики смотрят, либо уже работал с более серьёзными форматами, которые крутят в кинотеатрах. Это абсолютно разные вещи. Если мы сейчас говорим о простейшей фотографии, не заморачивайтесь, простого монитора с хорошей калиброванной матрицей будет всегда более чем предостаточно. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, мне будет приятно. И до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok